Всем привет, с вами Ferro.ru и у нас есть новый флагман Samsung Galaxy S5. Сегодня мы узнаем, что у него внутри. Конструкция смартфона очень непростая и корпус по всему контуру проклеен специальным влагозащитным скотчем. Напомним, что Galaxy S5 защищен от влаги и пыли по стандарту IP67. Это означает, что его можно погружать в воду на глубину 1 метр, но не более чем на полчаса. Процедура разбора этого смартфона трудоемкая, и мы настоятельно не рекомендуем проводить ее в домашних условиях. Лучше доверьте это дело профессионалам. Для начала выключим смартфон, снимем заднюю крышку и вытащим аккумулятор. Батарейка здесь стала вытянутой, а не квадратной, как в предыдущих Galaxy, а емкость увеличилась до 2800 мАч. Теперь откручиваем винт и снимаем заглушку, за которой прячется шлейф от кнопки с сенсором отпечатков пальцев. Затем откручиваем два винта, которые сдерживают среднюю часть корпуса и нижнюю плату. Подготовительная работа завершена, и пора переходить к самому сложному – снятию экрана. Наша задача сейчас прогреть всю переднюю панель смартфона, чтобы мы могли ее отделить. Для этого нам понадобится термопушка. Выставляем на ней температуру 150 градусов и плавными равномерными движениями прогреваем смартфон. Главное тут – не переусердствовать. Теперь, используя тонкую пластиковую карточку, можно подцепить экран и плавным аккуратным движением срезать двусторонний скотч, который скрепляет среднюю часть и дисплей. Скотч очень жесткий и не всегда поддается с первого раза. При охлаждении он возвращается к своим заводским свойствам и снова приклеивается, поэтому может потребоваться дополнительный прогрев. После того, как мы побороли изоляционный скотч, а экран слегка отклеился, мы можем отключить шлейф-дисплея, используя для этого специальную лопатку. При дите монтажа экрана важно не забыть вытащить шлейф датчика отпечатков, который мы предварительно отключили в самом начале. Теперь, когда датчик отсоединен и никак не зависит от средней части смартфона, можно наконец-таки снять экран. На этом самый сложный этап завершен, можно выдохнуть и двигаться дальше. Приступаем к демонтажу средней части. За ней-то и прячутся самые важные компоненты – материнская плата, процессор, память и прочее. Откручивать винты – это очень увлекательное занятие, здесь их аж 10 штук, поэтому запасаемся терпением и получаем удовольствие. После того, как все винты сняты, с помощью лопатки отсоединяем среднюю часть от основания корпуса. Крепится она на защёлках, поэтому проблем возникнуть не должно. Вынимаем среднюю часть из корпуса смартфона и получаем доступ к материнской плате и всем элементам на ней. Здесь находится камера, виброзвонок, сенсор сердечного ритма, вспышка, а внизу осталась дополнительная плата с разъёмом питания и кнопками. Чтобы вытащить материнскую плату, отключаем коаксиальные провода, а с обратной стороны отсоединяем шлейф нижней микросхемы. Вот и всё, материнская плата демонтирована. На основной плате у нас расположены 2 гига оперативной памяти и процессор Qualcomm Snapdragon 801, а также пользовательская память на 16 гигабайт. На обратной стороне под защитным экраном находится контроллер питания. Следующий экран кроет собой радиомодуль, отвечающий за связь в смартфоне Samsung Galaxy S5. Тут же располагается камера на 16 мегапикселей, а рядом находятся слоты для карты памяти и сим-карты. Отличительной особенностью является то, что на микросхеме всего один микрофон, второй прячется на нижней плате, хотя обычно Samsung любит ставить смартфоны 3-4 моббля. Для окончательного разбора Samsung Galaxy S5 откручиваем ещё один винт и вынимаем нижнюю плату из корпуса. Вот так непросто, но интересно разбирается новый флагман компании Samsung. А теперь, по традиции, посмотрим сборку смартфона обратно в ускоренном режиме. Субтитры подогнал «Симон» Это был Афера.ру и сервисный центр Техтау.